Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на волне интернет-портала радиоцентра «Сангейт». У микрофона руководитель центра Михаил Мелехов. И у нас сегодня прямой эфир из Бразилии. Абаджане, Бразилия. Духовный госпиталь «Джановгат». Ну и на связи Рита Борт, которая сейчас находится на территории этого госпиталя. И Марина Шанти, ее собеседница. Рита, тебе слово, пожалуйста. Расскажи, объяви свою собеседницу. И о чем вы будете беседовать? Спасибо, Михаил. Доброго времени суток всем нашим слушателям. Потому что мы вещаем на интернете. У всех разное время. И мы рады все путевать. Совершенно замечательном месте. Совершенно потрясающими энергиями. Время у нас вообще полная любовь, восторга, счастья. Правда? И со мной рядом сидит удивительная женщина. С удивительной судьбой. Ее зовут Марина Шанти. Правильно? Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. 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 Ну что, мы начнем все сначала, правда? Что же произошло вот тогда, пять лет назад в Индии? Я упала с крыши с первого этажа, случайно оступившись, и сломала позвоночник. Оказалось, что действительно такое падение было во всех смыслах этого слова, не только физическое, после этого мне там сделали операцию, но так и не вернулась мне моя способность ходить. Я передвигаюсь с помощью Уилча, и вот такая история случилась со мной пять лет назад. Да, понятно. Потом меня друзья и мой партнер перевезли сюда, в Бразилию. Практически где-то через месяц. После операции ты приехала в Бразилию. Да. Почему ты приехала в Бразилию? Как так случилось, что именно сюда, в духовный госпиталь? Вы знаете, мы знали об этом месте. Я знала об этом месте, и мой boyfriend, мой партнер Макс, он тоже знал, он приезжал сюда раньше. А я узнала об этом месте еще в 2008 году в Нью-Йорке, когда я очень активно практиковала сама, и практиковала рейки, и в какой-то момент пала в офис, где я на сцене, и вообще фотография. В этом он и припал. И вот я настолько глубоко соединялась с фотографией энергии этого места, что я понял, у меня такой силой легкой, и увидела, что вообще я должна просто там быть, и руки свои держать, и все остальное. И могу видеть то, что может происходить. Вот оттуда это все началось. А потом, когда со мной это случилось, то мама, вот моя партнера Макса, она связалась с людьми, которые были в это время здесь, и мне сделали первую операцию деканционно, и делали ее по стечению обстоятельств. Сейчас не пронесли именно тот самый доктор, у которого я тогда работала в 2008 году, и он мне доказался здесь. Вот такая история. И поэтому, конечно, было четкое осознание, что нужно ехать сюда, срочно, быстро. То есть ты не прячешь, с тех пор ты сюда приезжаешь, как ты слышишь? Да, Миш? Я слышу, но довольно сложно, конечно. Сложно? Нас плохо слышно? Да, да, помехи, интернет помехи. Но ничего, более-менее слышно. То есть, значит, все эти пять месяцев приезжаешь сюда регулярно, и живешь какое-то время, месяц, два, три, да? Да. Каждый год я прошу высшие силы, чтобы они помогли нам снова приезжать сюда, и каждый год мы приезжаем сюда. И ты чувствуешь какие-то трансформации, изменения в своем состоянии, эпидемиологическом? Что это? Что происходит? Во всем. Знаете, у меня сломан ног, и по всем медицинским прогнозам я должна быть достаточно беспомощным человеком. Меня надо привязывать каким-то образом к веслу, чтобы я из него не выпадала. И я выпадала из него. Да, я правда выпадала просто как кукла, потому что не держалась. А после того, как мы приехали сюда, у меня стали восстанавливаться какие-то функции, ну чисто биологические, и я стала сидеть нормально, без поддержки. И даже первое время у меня начали там двигаться ноги, пальцы ног. В моем положении это очень большая новость. Мы, знаете, очень многое понимаем в этой жизни как должное, как не ценим каких-то моментов, которые оказываются чрезвычайно важными в каких-то ситуациях. Я вот сейчас, наверное, подойду к самым главным вопросам, который мне хотелось сделать. всегда понятнее показать нашим, чтобы наши радиослушатели тоже услышали. Ты все равно говоришь о том, что, я тут неожиданно перешла на тыль, но, наверное, так проще, что вот эта вот трагедия, вот это падение было удачей большой. Почему? Что произошло в твоей жизни? Я не могу сказать, что это именно удача, конечно, но в какой-то момент я поняла, что это огромный дар. Знаете, когда что-то отопляется с человеком, первая тенденция думать, что это наказание. И, честно говоря, вот именно когда я про папа, со мной стали очень серьезные процессы, и я стала пересматривать свои проблемы, и мне стали приходить очень важные для меня ответы, стали вставать на какие-то вещи, которые я даже не отдала себе отчет, что они находятся не в порядке. Я не говорю о физическом существовании, я говорю о психологическом, о моей душе, о моих кармических связях, о том, кто я имею в виду. И... Надо вспомнить вопрос, извините. Да, нет. Я бы, собственно, спросила. Да, про трансформацию. И, вы знаете, в какой-то момент мне пришло, я вдруг осознала все то, что я произвела над собой за этот период. И все те возможности осознать какие-то вещи, которые я даже не приняла до этого, что они существуют, не то, чтобы их... что на их назвать. И есть тот свет, который мне открылся за это время, и та глубина того, что мы называем любовь, что открылась для меня за это время в такой мере, что я в какой-то момент внутренне встала на колени и поблагодарила за этот дар, который со мной произошел. Потому что, мне кажется, я здесь из жизни бы не смогла это все. То есть это настолько проявление в период. Я ощущаю это каждую минуту. Я чувствую, как я... Я чувствую... Каждую минуту я живу сильнее, как душа. Как душа. Как душа. Душа. Когда ты мне задала вопрос, одна девушка сказала мне, «Марина, а вот если ты одним словом определишь, что дал тебе этот опыт жизни?» И мне, к моему безумному удивлению, в тот момент пришло одно слово «сила». И я поняла, что действительно, ведь то, что я сейчас чувствую, я поняла, что это моя новая жизнь. и не взять в себе что-то в теле. И души они гораздо глубже даже, и тяжелее заживали, конечно, и ломли, простей. Поэтому я поняла, что отмечать новую жизнь — это мое дело сейчас — понять, что я не тело. Хотя мы сейчас огромное значение уделяем телу и ощущение тела — это правильно, конечно. Но, наверное, если глубокие, театрические, мои учились именно к удивлению, мы с этого момента, потому что моя идентификация слабла. У меня получила возможность воссоединиться с другими частями своего существования. Удивительно. Удивительно. Все это время с тобой рядом был человек, который тебе помогал. и, как ты только что назвал. Расскажи немножко, как тебе помогали, как тебя поднимали, Вы знаете, это человек, наверное, глубина отношений тоже не раскрылась мне, если бы я, наверное, не попала в это все. Потому что я никогда не думала, никогда не думала, на что способен человек, который рядом. И насколько важно, когда этот человек понимает тебя и поддерживает именно так, он поддерживает твою душу, он помогает тебе отделиться от временного, от временного. Это то, что он делает. В то же время он всегда был рядом, он ни на секунду меня не оставил, он был со мной. Все время, я буду сказать, все время. И мы вместе с ним, конечно, растем и развиваемся, и продолжаем свой духовный путь. И глубина важности для этого человека в присутствии в моей жизни людей, вот его, его матери, друзей, которые оказались рядом со мной в этот момент, это безмерная благодарность. И я, конечно, никогда бы не смогла вот это все сделать, после того, что это невозможно. Ну, кажется, когда мы смотрим на людей, на людей бешеных, мы видим, что кажется, что за эти черты у меня, я сейчас вспоминаю свои отношения, и мне казалось, я смотрела на это с ужасом. Я в какой-то момент очень сильно, ну, я попала, конечно, в грязь, у меня было очень плохо, и было очень трудно, именно у меня есть страх, на меня люди смотрят со страхом. это было очень тяжело. И вот то, что рядом был Макс, который смотрел на меня всегда с любовью, и нам с ним было всегда хорошо, и мы читали, и смотрели, и были вместе. его отношения ко мне как к душе, мы никогда с ним никогда с ним я не испытала себя как я, и недостаточно для него. И благодаря этому мне хотелось все больше и больше для него делать. И поэтому это был сумасшедший для меня стимул для развития своей самостоятельности, для того, чтобы я стала мыть посуду, готовить еду, делаю это с наслаждением. Обалдеть! Замечательно! Наслаждение! Да, вы знаете, это такой дар, я помню первый момент, когда я вдруг смогла поднести пол. Я подумала, боже мой, я всю жизнь прожила, не предавая, не наслаждаясь этим, делая это как бы между прочим, оказывая этот покой и наслаждение. Ты можешь сам убрать свой дом, сам приготовить себе еду, сделать какие-то мелкие дела, это огромный дар. Это замечательно. Я вот сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям, чтобы вообще мы подумали о том, что каждое дело, которое мы делаем, все, что мы не делали, если мы будем делать наслаждением, наслаждением, не доводя себя до какого-то состояния, что мы невозможно, не можем это сделать по каким-то причинам, потому что физически мы это сделать не можем. Наслаждаться тогда, когда на все для этого силы. И это так замечательно. Я думаю, что если мы будем наслаждаться каждым делом, то есть быть здесь и сейчас, то, что называют, мы будем все счастливы. И такое возможно. Да, да, да. Знаете, вот это еще один дар, который тоже пришел. Вот когда каждое мгновение, каждое мгновение, оно испытывается в полной мере от того, что вот это понимание, что это вот только сейчас может быть возможно. Возможно. Да. Возможно, оно повторится, но возможно и нет. Ты упоминала о том, что ты была представителем, мастером рейки. Что сейчас происходит в своей деятельности? Я так поняла, что ты возобновила свою деятельность, очень этому рада и даже перенесла ее на какой-то новый уровень. Немножко о том, чем ты занимаешься сейчас? К чему стремишься, к чему идешь? К чему стремлюсь, к чему идешь? Ну, да, я вот два года тому назад как раз поняла, что я готова и хочу вернуться в свою профессию, хотя я не занималась конкретно терапией, коучингом, коучингом. Все годы, которые жила в Индии, я занималась тем, что была рейки-мастером, проводила такого рода ретриты и занятия и сеансы. Вы знаете, жизнь ведет как-то интересно, как только произошло это решение внутреннее, вдруг возникла эта возможность и я теперь действительно, у меня моя частная, моя практика, небольшая, но большая, моя практика. И я помогаю людям начать новую жизнь. это мое, это мое жизненное кредо. Я так поняла. Потому что те, то, как мы себя помещаем в какие-то ситуации, которые мы считаем, что мы, какие-то ограничения, которые мы считаем, мы не можем преодолеть, когда мы переживаем какие-то серьезные ситуации в жизни, часто кажется, что это безысходная ситуация и что нет из нее выхода. Но понять в этот момент, что это тот опыт, который наша душа, пройдя, получит потрясающую силу. И это в этот момент очень важно, что не всегда возможно, может человек это пройти сам. Я тоже не сама это проходила, я проходила через определенный тренинг, который мне помог и как и на персональном уровне тоже. Это был strategic intervention. Это такой вид коучинга, который мне очень сильно созвучен с тем, что я делаю, очень глубокий. Мы можем таким образом поднять очень глубокие процессы в жизни каждого человека и трансформировать то, что можно трансформировать, а как это можно практически все. Это было бы совершенно верно. Совершенно верно. Я прошла очень интересный семинар, который называется пределы. И вот в итоге этого семинара я сама снова делала, проводилась с исполнительными сетями с совершенно знакомыми людьми. Для меня это было совершенно потрясающе. Потому что я думала, что я уже никогда не буду этим заниматься. Ну, я не знаю, когда я и на этом заниматься, но, во всяком случае, оказывается, что нет предела с возможностью человека. Я думала, что нам не дают испытаний больше, чем мы можем выдержать. Правда, Бог нам не дает больше. Смотрите, я даже стала, вот вы знаете, у меня, посмотрите, появилось такое интересное чувство внутри, какого-то озорного любопытства. Боже мой, куда же еще я могу залететь? Что я еще могу сделать? Будем надеяться, что это будет что-то, что не отломает, а только будет наоборот, только взять и двигать вперед. Я слышала о новой программе, новой, так сказать, задумки, которые называются New Life Programs. Что это такое? обойтись? New Life Programs. Задумка разбилась тогда, когда я поняла, что мне очень нужна помощь, и я не могу себе ее позволить, потому что мне не было. А у меня совсем не было денег, практически. И я поняла, что нужна бывает помощь людям, и именно тем людям, которым больше всего бывает, нужно оказываться недоступным. поэтому я затеяла вот это дело New Life Programs, чтобы помогать людям, во всех ситуациях в жизни, даже тех, когда и заплатить, и есть мало денег, то есть это программа и в этих рамках мы планируем проводить и доповое снятия, возможные и группы по саморазвитию, и индивидуание, и в принципе то это и то, и то, и то, и то, и то. мы живем на этой планете, но в основном мы живем в Нью-Йорке. В основном мы живем в Нью-Йорке. Вас можно найти в Нью-Йорке. Да, меня можно найти в Нью-Йорке. Это тоже хорошо. Ну, можно найти не только в Нью-Йорке, потому что сейчас в наше время мы живем в удивительное время, когда вот сейчас мы разговариваем, мы находимся в Бразилии, а Михаил находится в Чикаго и слушает нас по всему миру, и я провожу свои сессии и по скайпу, и по телефону, и лично, поэтому сейчас мы даже можем не особенно зависеть от того, в каком месте находится человек. В этом вся идея вообще радио Сангейбс независимо от нахождения нас могут слышать на сайте sungagexradio.com подключить сплеер, и все записи можно найти на YouTube тем, кто пожелает. Кстати, и запись нашего разговора обязательно появится для тех, кто не успел нас послушать или захочет послушать. Еще раз что-то хотели сказать, Михаил? Я полагаю так, что когда уже вернется в Нью-Йорк, и интернет там будет получше, я думаю, что мы такие программы сможем делать достаточно регулярно, ну, и люди будут, естественно, подсоединяться к нам на эти программы с разных мест, с разных точек городов и стран. сейчас, правда, не очень хорошее качество нашего эфира, но уж какая есть. Так что, собственно, мы должны быть рады тому, что у нас есть такая возможность как минимум. Вот. Поэтому, ну, если вы уже немножко устали, так мы, наверное, для первого раза можем это закончить, наверное, и продолжить его то ли в следующий раз, то ли уже, когда, ну, так сказать, все вернутся по местам. Так и будет, потому что замечательно, но мы благодарим Марину за вот такой приятный разговор, и будем встречаться. Я тоже благодарю вас, благодарю Риту, и благодарю вас, Михаил, за эту прекрасную возможность. Действительно, есть такой средств, такая возможность принести людей, всевозможные возможности начать новую жизнь каждую, независимо от того, в какой точке своей жизни люди находятся, это было бы удивительно, возможности возможностей возможностей. Я очень правда люблю это слово. Потому что так оно и есть. Мы открываем свои возможности каждую минуту. хорошо. Спасибо большое, Марина, большое спасибо, Рита. Это было, конечно, очень интересно. Ну, я думаю, что у нас будут вопросы, и у меня будут вопросы, просто мне не хотелось сейчас задавать их много, поскольку, во-первых, это удлинило бы программу, а качество действительно не очень хорошее, мягко говоря. Поэтому, наверное, мы дождемся все-таки того момента, когда вы уже приедете и будет получше интернет, тогда мы разберем все, так скажем, по порядку, поскольку вопросов действительно достаточно много. Ну, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу, интернет-портал Радио Центра Сангейс заканчивает этот отрезок наших программ. Ну, и запись нашего эфира будет вскоре выложена на YouTube, на Facebook, с которым вы сможете, естественно, познакомиться. Ну, вам хорошего отдыха, у вас время опять около шести часов вечера, а у нас еще пока день. Всего вам доброго, всего хорошего, ну и до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok